Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. 107 миллионов рублей Дагестан получит от Федерального Центра средства на сдерживание цен на хлеб. 107 миллионов рублей Дагестан получит 107 миллионов рублей от Федерального Центра для сдерживания цен на хлеб. Об этом в ходе посещения Махачкалинского хлебозавода номер 3 сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В свою очередь руководители предприятия отметили, что рисков срыва производства нет. Несмотря на повышение стоимости муки, которую поставляют из других регионов, повышать цену на хлеб здесь пока не собираются. Уже 120-130 рублей мука подорожала. И они сказали, что еще будет подорожание. Но они цену держат. То, что я говорил, то, что я говорил, да, сейчас в Министерстве сельскохозяйства Российской Федерации, по поручению президента Российской Федерации, по регистратору правительства, дополнительные формы поддержки именно хлеба Пекарли, они разработали и постановлением правительства, нам приняли на наших предупреждениях. Пекарли 107 миллионов рублей. Если это 107 миллионов, это субсидии, чтобы именно сдерживать повышение цены. Конечно, она не поклевает все их расходы, да, но мы опять-таки на постоянной связи. И руководитель Министерства Федерации, и правительство Российской Федерации говорит, что они еще будут повышать эту цену и дополнительные средства выделить, чтобы ценить дерево, цену на хлеб для наших населения. Ну, вот это, то, что пойдет, добавление, это все, смысл, вот эти субсидии, они пойдут в поддержку наших хлебов. Это очень существенная поддержка. Помимо этого, власти республики ведут мониторинг цен на продукты питания первой необходимости. Представительная делегация Кабмина побывала на одном из махачкалинских рынков. Анализ показал, что, вот, например, несколько цифр я назову, сегодня у нас баранье продается по цене от 230 до 350 рублей. Тоже самое, говядина, высшего сока, она продается в пределах цены 300-350 рублей. Есть, конечно, отдельные куски, мы это будем говорить, избранные такие, которые продают по высшей цене. Но наша самая главная задача, чтобы не допустить такого резкого повышения цен. Поэтому мы сейчас будем строить работу, изучим внешнюю ситуацию, строить работу и с общими поставщиками. Если по какой-то продукции в республике будет недостаток, у нас есть договоренность с определенными нашими республиками, краями, областями, что оттуда будем организовать поставки. В Дербенте появится приют для бездомных собак на 180 мест. Подрядная организация завершена работы по возведению модульных конструкций основного корпуса. Здесь трудится 16 человек и 3 единицы техники. Также регулярно сотрудники МУП «Питомец» стерилизуют и чипируют безнадзорных животных. Деньги предоставлены из республиканского бюджета в размере 2,5 миллиона рублей. Если их будет недостаточно, средства выделят также из бюджета города. Городу Дербенту представлены субвенции в размере 2,5 миллиона рублей. Ввиду их недостаточности, нами также предусмотрены в бюджете городского округа собственные средства с соразмерно выделенным субвенциям. По итогам проведенных конкурсных процедур заключен контракт со специализированной организацией МУП «Питомец», который на регулярной основе, как и сегодня, проводится необходимое мероприятие по отлову бездомных собак на территории города. По обращениям и жалобам граждан направляется информация исполнительно указанных работ, которые в последующем проводят указанные мероприятия. Люди жалуются, что собак много, поэтому мы их забираем, чтобы стерилизовать, кастрировать и вернуть на то же место, чтобы они с бирками, все собаки, которые бегают, они чистые, кастрированные, стерилизованные, обработанные. Родившись в маленьком дагестанском ауле, она сумела прославить родную республику на весь мир. Сочинять стихи начала в раннем возрасте. Она писала как на русском, так и на родном аварском языке. Ее стихи были переведены на 68 языков мира. Церемония открытия года Фазу Алиевой прошла на центральной площади Махачкалы. Подробности расскажет Ларьяна Шамкалаева. Небо вдруг стало близким таким на расстоянии руки. Реки, моря, океаны под ним, как ручейки. И будто на всем обрела в этот час я беспредельную власть. Матери, женщины, с каждой из вас я воедино слилась. Так торжественно на площади столицы дан старт мероприятиям, посвященным громкому и правдивому, но при этом самому женственному голосу Дагестана. Декламировали стихи Фазу Алиевой сегодня многие, особенно дети, которые в столь юном возрасте хорошо понимают, насколько существенен вклад в развитие дагестанской российской литературы, внесенной поэтессой. Здесь, где море зыбко и густы леса, я твоя улыбка и твоя слеза. Здесь, где гор громады озирают даль, я твоя отрада и твоя печаль. Указом главы Дагестана Сергея Меликова 2022 год объявлен годом празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой. На поэтический марафон пришли и официальные лица. Они не только вспоминали великую поэтессу, но и поздравили всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта. Мы очень горд сегодня дать старт этим мероприятиям, которые мы будем проводить в Махачкале в течение всего года. Пройдет какое-то время, и мы откроем обновленный парк имени Пазу Гонзатовны. Мы приняли решение о представлении имени одной из школ Махачкалы, нашей великой поэтессы, в которой мы также будем прививать любовь к ее творчеству. Мы сделаем все, чтобы наше подрастающее поколение помнило, как о нас в стихах прививало эту любовь к родине. В преддверии знаменательного праздника 8 марта хочу поздравить всех дорогих наших женщин, пожелать им здоровья, мирного неба, чтобы всегда вокруг них были улыбающие лица. И очень знаменательно, что именно 7 марта администрация города Махачкалы открывает год, посвященный 90-летию нашей замечательной, выдающейся землячке, народному поэту Дагестана Пазу Гонзатовны Алиевой. Открывается сегодня на площади этот цикл мероприятий. Эти мероприятия будут проходить по всему городу целый год. Среди них и создание виртуального музея, и выставки, и литературные чтения. Несмотря на выходной день, студенты и школьники также посетили марафон. По мнению учителей, которые их сопровождали, это мероприятие можно считать открытым уроком по литературе. Я привел сюда своих школьников, для того, чтобы они прослушали концерт, посвященный Пазу Гонзатовне Алиевой. Действительно, Пазу Гонзатовна, она уникальное явление в культуре Дагестана, потому что ее стихи, они известны по всему миру. И все ее стихи пропитаны такой особой нежностью и любовью, в том числе и к родному краю. Конечно, я бы всем рекомендовал и дагестанским школьникам тоже изучать стихи дагестанских поэтов, приобщаться к дагестанской культуре, не забывать ее, не забывать родные языки в том числе. Здесь же проходила выставка фотографий Пазу Гонзатовны, предоставленных сыном поэтессы Джамбулатом Магомедовым из личного архива. А на сцене выступили звезды дагестанской эстрады. Данный поэтический марафон открыл череду разноформатных памятных мероприятий, посвященных 90-летию Фазу Алиевой. Проходить они будут не только в нашей республике, но и за ее пределами на протяжении всего года. Лария Анна Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Администрация Дахадаевского района решила поощрить денежными средствами матерей, которые воспитали 10 и более детей. Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в райцентре Уркарах. А в этот день в адрес представительниц прекрасной половины человечества прозвучало много теплых слов и поздравлений. Была организована и концертная программа. Несмотря на торжественность момента, многие женщины выступили с инициативой организовать сбор материальной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Руководство района это предложение поддержало. Тоже хочу присоединиться к этим поздравлениям и пожелать всем нам, прежде всего мира, благополучия, благоденствия, уюта и покоя, уверенности в завтрашнем дне. Казалось бы, сегодня мы должны радоваться, улыбаться. Наступает весна. Должны были бы быть счастливыми. Ну, увы. Комок в горле и слезы на глазах. Я думаю, что сегодняшнее праздничное мероприятие, которое мы намечали провести, будет уместно провести его в духе патриотизма. Моральной поддержки всем тем, которые сегодня сражаются. Сражаются во имя прекрасного будущего. Более 50 педагогов, методистов, руководителей экостанций и клубов юных натуралистов со всей республики прошли семинар по обмену опытом в системе дополнительного образования. Мероприятие состоялось в Махачкале на площадке Малой академии наук региона. Занятия прошли в очно-заочном формате. И, как отмечают организаторы, подобные встречи – это возможность поделиться опытом работы, новыми практиками и образовательными проектами. Выступающие эксперты говорили о важности экологического воспитания подрастающего поколения. В Махачкале презентовали проекты некоммерческих организаций. Предпоказ прошел в Республиканском министерстве по делам молодежи. Основная цель мероприятия, как заявляют специалисты, это привлечение к реализации проектов новых членов команды, партнеров, а также получение обратной связи от эксперта грантового конкурса, а также других заинтересованных сторон. Среди организаций, представляющих проекты, были отмечены телекомпания «ННТ» с фильмом против наркомании и экстремизма, а также онлайн-школа «Дом знаний» и ее патриотический проект «Просвещение о героях Великой Отечественной войны». Лучшие работы будут представлены на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Сегодня на предварительной презентации проектов я представляю проект нашей школы. Он называется «Победа одна для всех». И мы сегодня провели презентацию, послушали экспертов, рассказали про свой проект, услышали и нам дали обратную связь. Будем в оставшееся время редактировать некоторые нюансы проекта и подавать его для защиты. Унцикульская насечка, ковродилия, роспись по ткани национальных мотивов. Эти и другие народные промыслы представили гостям в Национальном музее Дагестана совместно с Республиканским домом народного творчества. Всероссийская акция «Культурные выходные», приуроченная Году культурного наследия и Международному женскому дню, прошла во всех учреждениях культуры Дагестана. На мастер-классах побывала и наш корреспондент Маленька Курбанова. Стук ювелирного молоточка по капризному металлу словно погружает в историю. Мастер переносит орнамент из прошлого в настоящее и уверяет, что у каждого изделия своя энергетика. Потом изделие будет поливаться, покраска идет морюки, натуральной морюки, и потом будет сельстой лаком. Да, у нас один есть. Сальки есть? Такая работа есть? Нет. Как на маму, по вкусу есть. И вот. Совместно с Домом народного творчества в залах нашего Дагестанского национального музея проходит эта масштабная акция. И здесь молодое поколение приобщается к традициям, культуре нашего древнего края. То наследие, которое нам передали наши предки, и мы передаем подрастающему поколению здесь, в залах нашего музея. Ковер ручной работы должен был пройти испытание на прочность. Его топтали лошади. Он до нитки мог под дождем, и не один день сох на ветру или под солнцем. И только после всех этих испытаний ковер считался настоящим. Дагестанские ковры – отдельный вид искусства. В них опыт многих поколений мастериц. И найти на коврах ручной работы два одинаковых узора невозможно. Каждый из них уникален по технике исполнения. Возьми вилочку и забиваешь. Сильно-сильно забиваешь. Котай ручку. И вот так сильно забиваешь. Видишь, уже мы видим более четкий рисунок у нас прорисовывается. Все, забили и дальше пошли. Вот у нас паласная техника. Я тебе сейчас покажу. Еще сумашные техники. Они вообще очень сильно отличаются друг от друга. Паласные техники раньше работали у нас в горном Дагестане. Сумахи у нас ткали в южном Дагестане. Это лескины, это басаранцы. Каждый мог выбрать занятия по интересам. Пока любители ковроделия в цветовой гамме отображали на полотне все то, чем богат наш край, юные художники расписывали на ткани национальные сюжеты, одевали бумажных кукол в традиционные костюмы. Музей представлены историей Дагестана в 18 веке. Именно здесь наш музей представляет еще и выставку, посвященную 350-летнему юбилею. Погрузиться в историю, прикоснуться к старинному искусству и еще раз вспомнить о том, как жили и творили наши предки. Все это можно сделать в рамках акции «Культурные выходные». Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ «Махачкала». Хабиб Нурмагомедов введен в зал славы лучшей мировой лиги. «Орел» стал первым бойцом из России, который удостоился такой чести. Для самого Нурмагомедова объявление на турнире в Лас-Вегасе стало неожиданностью. Хабибу аплодировал весь зал, а президент UFC поздравил его лично. Так, Дана Уайт проявил принципиальную позицию, отметив высокие заслуги спортсмена из России, несмотря на геополитическую обстановку. Приятные эмоции Хабибу Нурмагомедову доставил и его троюродный брат Умар. На турнире в Лас-Вегасе он встречался с американцем Брайаном Келлихером. Нурмагомедову-младшему понадобилось три минуты, чтобы занести в свой актив второе успешное выступление в промоушене. Всего в послужном списке 25-летнего бойца 14 побед в 14 поединках. Другой дагестанец Тагир Уланбеков в равном поединке уступил бойцу из США Тиму Эллиоту. Футбольный клуб «Анджи» начал весеннюю часть сезона с гостевой победы, а махачкалинская «Динамо» с ничьей. В матче 20-го тура второй лиги ФНЛ «Анджиевцы» встречались со Ставропольским «Динамо». Поначалу махачкалинцы проигрывали своему сопернику, но усилиями Шамиля Абдуразакова сумели сравнять счет в матче. На 54-й минуте Раджаб Магомедов вывел «Анджи» вперед, но хозяева на следующей же атаке сумели восстановить паритет. Победу «Орлам» принес точный удар Муслима Шихбабаева на 76-й минуте встречи. Столичная «Динамо» в первой после зимней паузы игре сыграла в ничью с «Форте». Встреча завершилась со счетом 1-1, а единственный мяч в составе «Белоголубых» забил Абакар Гаджиев. Другой дагестанский клуб «Регион» этот тур пропустил. Это была последняя информация сегодня. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин